Добрый день! Сегодня мы с вами научимся вязать лицевую гладь первым способом. Лицевой гладью называется полотно, в котором по лицевой стороне провязываются все петли лицевыми, а по изнаночной все петли изнаночными. Я приготовила моточек пряжи и две спицы. Классическим способом набираем 12 петель. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мы набрали необходимое количество петель. Теперь мы должны одну спицу вытянуть, а спицу с набранными петлями перевернуть вот таким вот образом и расположить в левой руке. Рабочую ниточку нужно набросить на указательный палец левой руки, перебросив нить в середину ладошки и придерживая ее пальцами левой руки. Таким образом будет создаваться натяжение нити. Свободную спицу располагаем в правой руке и приступаем к вязанию лицевой глади. Первая петля у нас кромочная, мы ее снимаем не провязывая. Для этого правую спицу завели за переднюю стенку петли и просто ее пересняли с левой спицы на правую. Затем заводим правую спицу за заднюю стенку петли, захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю. Петлю с левой спицы сбрасываем, это первая лицевая и так далее. Заводим за заднюю стенку, захватываем рабочую нить, петлю с левой спицы сбрасываем. Ввели спицу за заднюю стенку, захватили рабочую ниточку и с левой спицы сбросили. Продолжаем до конца ряда. За заднюю стенку захватили рабочую нить, вытянули петлю, с левой спицы петлю сбросили. При вывязывании лицевых петель рабочая нить всегда расположена за работой, то есть за левой спицей. Снова заходим за заднюю стенку петли, захватываем рабочую нить, с левой спицы петлю сбрасываем. Захватываем и сбрасываем. Завели за заднюю стенку, захватили рабочую нить, петлю с левой спицы сбросили. Завели, предпоследняя лицевая петля. Провязали. И у нас осталась последняя петля нашего полотна. Это кромочная в конце ряда. Ее мы провяжем изнаночной петлей. Рабочую нить расположили перед работой. Опустили ее под правую спицу и втянули петлю. Получился первый ряд. Теперь работу переворачиваем. Снова свободная спица в правой руке. Кромочную петлю также снимаем, как и в первый раз. Захватываем переднюю стенку петли и переносим ее с левой спицы на правую. В изнаночном ряду мы вяжем все петли изнаночными. Рабочую нить выкладываем перед работой. Заводим правую спицу за переднюю дольку петли. Перебрасываем вниз рабочую нить. И правой спицей втягиваем в петлю. Получилась первая изнаночная. Продолжаем. Завели. Перебросили ниточку. И вытянули петлю. Завели за переднюю стенку. Перебросили нить. И вытянули петлю. Завели. Перебросили. И вытянули петлю. С левой спицы петлю сбросили. Так провязываем до конца ряда. Кромочную петлю в конце ряда мы также провязываем изнаночной. Точно таким же способом. Ряд закончили. Снова переворачиваем работу. Свободная спица в правой руке. Кромочную в начале ряда мы также переснимаем с левой спицы на правую. И провязываем ряд лицевых петель за заднюю стенку. Завели за заднюю стенку. Захватили рабочую нить. Петлю с левой спицы сбросили. Захватили рабочую ниточку. Петлю сбросили. Захватили и сбросили. Провязываем лицевую за заднюю стенку петли. Последняя лицевая. Кромочную в конце ряда мы снова провязываем изнаночной. Захватили переднюю стенку. Ниточку рабочую опустили вниз. И протянули ее в петлю. Ряд закончен. Работу переворачиваем. Кромочную снимаем. Перенося ее с левой спицы на правую. Рабочую нить располагаем перед работой. И вяжем изнаночные петли. Захватываем переднюю стенку петли. Опускаем под правую спицу рабочую нить. И втягиваем петлю. Так мы вяжем до конца ряда. Кромочную в конце провязываем также изнаночной. Так выглядит наше готовое полотно. Напомню, мы сегодня вяжем лицевую гладь, выполняя лицевую петлю за заднюю стенку, а изнаночную петлю первым способом. Вот такой вид полотна с лицевой стороны. Вот так полотно выглядит с изнаночной стороны. Кромочную в каждом ряду мы снимали, не провязывая в начале ряда. В конце ряда мы ее провязывали изнаночной петлей. Лицевая гладь по-разному смотрится в полотне, выполненной разной пряжей. Вот такой вот образец пряжи секционного крошения. С изнаночной стороны вот так. С лицевой стороны так. Очень часто лицевую гладь используют для вязания фактурной нити. Это полотно ленточной пряжи. С изнаночной стороны вот так вот. Лицевая гладь, фактурная нить, толщина нити разная. Красиво на изнаночной стороне. Фактурная нить секционного крошения. На такой нити узор не просматривается. Поэтому зачастую вяжется или лицевой, или изнаночной гладью. И вот еще такой образец. Тоже фактурная нить. Очень красиво смотрится. Я желаю вам творческих успехов! Продолжение следует... Продолжение следует...